Доброго здоровьица, мои уважаемые посетители! Возможно, вы станете и учениками. В 2004 году я попытался открыть школу духовного и физического совершенствия. Были ученики, послушали, оставили свои отзывы, потом все это как-то изменилось. Более подробно поговорим о побуждениях. Побуждения. Нам знакомы особенности индивидуальной конституции человека. Я об этом ранее много рассказывал. То есть фигуры, физиологические и психологические процессы. Перейдем к рассмотрению побуждений, которые лежат в основе жизненных проявлений любого человека. Вот мы, в конце концов, добрались до основы, откуда это все идет, откуда войдет. Главных побуждений шесть. Повторим их. Самосохранение жизни, продолжение рода, стремление к лидерству, свободе, справедливости и творчеству. Они, естественно, вытекают друг из друга и каждое последующее сильнее предыдущего. Например, самое важное побуждение – это самосохранение жизни. Но им пренебрегают при сильно выраженном побуждении к продолжению рода. Человек в некоторых случаях готов пожертвовать своей жизнью, защищая свою семью. А вот борьба за лидерство побуждает человека пренебрегать самосохранением и продолжением рода. Борьба за свободу отодвигает на задний план побуждение лидерства, продолжение рода и самосохранение. Ради справедливости некоторые люди готовы пожертвовать всем, сколько на этой почве раздуров и войн. И, наконец, побуждение к творчеству затмевает все остальное. Человека ничего не интересует, и он готов отстаивать открытую им истину. Коперник за свое научное открытие был сожжен на костре, но не отрекся от него. Рассмотрим побуждение более подробно с их особенностями. И вот мы, наконец-таки, перешли к такой главной теме – самосохранение жизни. Это побуждение свойственно всем живым существам. Однако степень выраженности может быть различной – слабой, нормальной и сильной. Видите, мы подошли к чему? Как это побуждение может быть выражено? Слабая степень самосохранения наблюдается у лиц, которые по тем или иным причинам разочаровались в жизни и потеряли к ней интерес. Они ведут такой образ жизни, который разрушает их организм, алкоголизм, наркоманы и просто опустившиеся люди. Чтобы вытянуть человека из такого состояния, надо создать у него мощную мотивацию переориентировать сознание. То есть вот в этом уже заключено и, как бы сказать, лечение этих людей. Как их надо лечить? Не таблетками, а вызвать мощную мотивацию с переориентированием сознания совершенно на другое. Нормальная степень самосохранения характеризуется умеренными и регулярными заботами о собственном здоровье, выполняемых каких-то оздоровительных мероприятий и программ. У этих людей имеется здоровый интерес к жизни, и они понимают, что хорошее здоровье поможет им получать жизненные блага, помогает реализовать себя. В зависимости от своего интеллектуального развития, они подбирают те или иные оздоровительные программы. Я вам предложил самую лучшую программу оздоровления – это создание собственной системы оздоровления. Начал я ее делать в целительных силах, которые изложены все четыре тома, а окончательно, так сказать, я ее вылезал – это уже основы здоровья. Сильная степень самосохранения наблюдается у лиц с повышенной самооценкой, с сильно выраженным эгоизмом. Они желают сохранить самих себя как можно дольше, поэтому тщательно и изощренно заботятся о собственном здоровье, тратя на это много времени и средств. Люди с сильно выраженной степенью самосохранения. Вот уже пошли, смотрите, черты характера. Осторожны, рассудительны, предрасположены к недоверчивости и подозрительности, живут для себя, избегают риска и различных авантюр, склонны к стабильности. Характеризуются повышенной предрасположенностью к тревожности, мнительности, страхам высоты воды больших скоростей. Они чувствительны к обидам, самолюбивы и на этой почве весьма уязвимы. Продолжение рода. Это побуждение основано на бескорыстной заботе человека о человеке в целях общего выживания. Но оно делится на три самостоятельных вида. Это я его подразделил так. Которые в целом и обеспечивают общее выживание. Побуждение к половой близости, побуждение к заботе о потомстве и побуждение к бескорыстному служению другим людям, а также дружбу сюда можно отнести. Степень выраженности этих побуждений также может быть различной, от низкой до чрезмерной. Побуждение к половой близости естественное в природе и служит основой для продолжения рода. Зачачие следующей жизни должно совершаться в любви и возвышенности. Все рассуждения о греховности нормального полового акта между любящими друг друга мужчиной и женщиной противоречат идее самой жизни. Чрезмерное и ненормальное выражение этого побуждения, однако, видите, делает человека придатком к его половым органам и истощает организм. И наоборот, сдерживание и ущемление побуждения к половой близости вызывает мощнейший внутренний протест, бурю разрушительных эмоций, потерю интереса к жизни. Запомнили? Излишне опекает. В конце концов, в постоянных заботах о потомстве человек теряет сам себя. В конце жизни его подстерегает разочарование на этой почве. Побуждение к бескорыстному служению другим людям начинается с семейных уз, является основой дружбы и переходит на различные виды благотворительности и служения. При слабом выражении этого побуждения человек эгоист, скряга и одинок. При сильном все для людей, живет их заботами и нуждами. Такому человеку семью и друзей заменяют обездоленные, больные, не могущие самостоятельно позаботиться о себе люди. Для подобных людей характерны доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию. Они переживают боль, болезнь и несчастье другого человека больше, чем свою собственную. Стремление к лидерству. Обычно люди, у которых выражено это стремление, лидеры от рождения. Их отличает логичность мышления, способность к критике и самокритике, способность к прогнозированию развития событий и к восприятию нового. Они знают, чего хотят и как достигнуть желаемого. Упорный, целеустремленный и настойчивый в достижении цели. Видите, как на этом побуждении начинает расти черта характера. Их отличают такие качества, как деловитость и практичность, разборчивость в людях, эмоциональная сдержанность, мужественность. Для них большое значение имеет карьера. Они уважают табель о рангах и охотно подчиняются более сильному лидеру. Их труд идет на благо обществу. Но имеется масса людей, у которых нет указанных качеств, кроме их амбиций и завышенной самооценки. Их притязание на роль лидера оспаривается, что вызывает в их сознании разного рода недовольство, раздражение, подозрительность и тому подобное. Вот вам еще, как формируется черта характера. Это толкает их на разного рода поступки по устранению возможных конкурентов. Если такие люди становятся лидерами, то они создают вокруг себя такую напряженную атмосферу подозрительности, нервозности, что это не способствует процветанию руководимого ими коллектива. И страны в целом, если это правительство такое. Они давят людей своей авторитарностью. Нечто подобное происходит в семьях людей, когда один человек навязывает свой стиль жизни другому или другим, которые его не приемлют. И вот так начинается вот это вот бытовое, можно так сказать, хамство, подавление, насилие и так далее. Стремление к свободе. Стремление к лидерству или его обратная сторона. Быть свободным. Наблюдается, когда собирается вместе два человека. Процесс лидерства происходит по-разному. Это может быть самопроизвольный процесс, когда один человек сознательно уступает другому инициативу, как более опытному пробивному. Это может быть борьба, в результате которой происходит подчинение и подавление. А также множество других вариантов. Практически всегда подобные процессы борьбы за лидерство и свободу разыгрываются в каждой семье. Вначале это происходит между мужем и женой, а затем между родителями и детьми. В зависимости от накала этой борьбы складывается та или иная семейная атмосфера, которая благоприятствует здоровью ее членов или подавляет. Вот мы уже подошли и к тому, как побуждения влияют на здоровье, на психосоматику, уже делая людей в семье изначально каким-то ущербными и больными. Важно подчеркнуть, что на почве лидерства и стремления к свободе возникает масса ситуаций, которые порождают отрицательное мышление, эмоции, настроение и формируют психосоматические болезни. Психосоматическая болезнь – это когда с уровня мышления отрицательного вот это все передается уже на физиологию, расстраивая ее и вызывая то или иное конкретное заболевание. Стремление к свободе указывает на относительно высокую ступень самосознания и духовное развитие человека. То есть это уже не раб. Подобный человек не мыслит свою жизнь, когда его в чем-то ограничивают, навязывают стиль мышления, ущемляют права и свободы. Лица с низкой степенью – самосознание и зачатками духовности предпочитают иметь гарантированный прожиточный минимум, чем свободу самореализации. К сожалению, что сейчас и наблюдается во всем мире. Стремление к справедливости, не делая другому того, что не желаешь самому себе. Самая главная заповедь после возлюби Господа. За справедливую, достойную жизнь люди жертвовали всем, ибо знали, что если добьются для себя справедливости, то смогут удовлетворить все остальные свои побуждения. Все предыдущие побуждения естественным образом связаны со стремлением к справедливости. Справедливость вот часто гарантируется или закрепляется в виде тех или иных законов в обществе. Люди желают справедливых общих условий с жизнью. Справедливых условий в семейной жизни. Справедливости в отношении лидерства. Справедливости свободы действий. Возможности к самореализации. В результате стремления к разного рода справедливостям возникли религия, нравственность, государство, межгосударственные отношения. Человеческое общество в большом и малом балансирует на гранях справедливости. У каждого человека побуждение к справедливости, а также и достоинству, выражено по-разному. Одни люди могут мириться с несправедливым отношением к себе, а другие ради ее восстановления готовы действовать резко и сразу. Для них заповедь «Око за око, зуб за зуб» первостепенно. Нарушение справедливости по отношению к конкретному человеку вызывает эмоции, переживания и обиды. От того, насколько он склонен уходить в обиду, а также последующие его действия, зависит здоровье и судьба, естественно, формируется характер. И, наконец-таки, стремление к творчеству. Вначале сотворил Бог небо и землю, и увидел Бог, что это хорошо. Стремление к творчеству – богоподобное качество человека, вызывающее особое удовлетворение, позволяющее человеку через творчество выразить самого себя. В конце концов, все вышеописанные побуждения необходимы для того, чтобы человек мог в акте творения выразить самого себя. Так уж устроен жизненный поток. Дух выразить самого себя в каком-то конкретном творении. То есть Господь, Творец, через частичку самого себя, Дух творит человека, и далее уже человек творит нечто по воле Божьей. Жизнь человека на всех уровнях пронизана творчеством. Понятие культура указывает на степень творческих наработок и способностей жившего и живущего народа человечества. Чем выше степень духовного развития человека, тем возвышеннее, благороднее и полезнее его творчество. На начальном этапе своего творческого развития человек склонен активно вмешиваться в окружающую его природу, мир. Вершинами творения считаются огромные сооружения, города, заводы, туннели, гидроэлектростанции, аэродромы, космодромы, космические корабли, морские суда и тому подобное, которые впоследствии начинают сильно влиять на экологию, ухудшать климат и так далее. А вот на последних этапах творческого развития человек понимает всю пагубность подобного творчества в кавычках и творит сам себя так, чтобы становиться независимым, всезнающим, всемогущим, без всяких технических средств, главным творческим инструментом такого человека является сознание, мысль, вера, воля. И сказал Бог, да будет и стало так. Особо подумайте над этим. Высокодуховно развитый человек понимает, что природа очень сложная, гармоничная и взаимоуравновешенное образование. Любое произвольное вмешательство в нее порождает непредсказуемые последствия, которые мы сейчас и пожинаем. По этой причине они не вмешиваются в природные процессы, а предпочитают работать на своей собственной природе, все более и более приближаясь к жизненному потоку, основу всего, то есть к творцу приближаясь. В конце концов, творчество заменяется служением единой животворящей силы, то есть творцу. Превращением индивидуального творчества в служение единой животворящей силы изживаются последние штрихи эгоизма, как не верти. А творчеством человек выражает свою индивидуальность, свое эго, свое отличие от других людей. Божественная частица под названием человек возвращается в породившие ее лона животворящей силы и служит ему с благоговением и любовью, наслаждаясь и радуясь этой возможности, возможности осознанного служения. В этом, конечно, цель духовного развития. Ну, я так думаю. И вот мы подошли к таким интересным понятиям, как совесть. Совесть – основа духовного здоровья и эволюционного развития человека. Побуждение указывает на степень духовного развития человека. Чем выше духовное развитие, тем более выражены у человека побуждения к творчеству, справедливости и свободе. И наоборот, чем ниже духовное развитие, тем более выражены побуждения к самосохранению, продолжению рода и лидерства. Что мы сейчас и наблюдаем. Работая над побуждениями, человек все выше и выше поднимается по ступеням духовного развития. Вот все мы, как бы сказать, думаем, а что такое духовное развитие, а что такое духовное развитие? А вот оно, духовное развитие, я логически вам это все раскрываю. Проработав их все, он становится идентичен жизненному потоку, единым с ним. И переходит на другие уровни эволюции, где появляется лишь одно побуждение. Радость благоговейного служения единой животворящей творческой силе. Ах, как сказал. Побуждение к творчеству, справедливости и свободе постоянно конфликтуют с самосохранением, продолжением рода и лидерством, заставляя человека делать выбор в ту или иную сторону. Этот выбор во многом определяется понятием совесть и служит основой духовного здоровья человека. Раздираемые противоречиями между указанными побуждениями человек сильно мучается. Он духовно нездоров. Вот они и духовные болезни. Борьба противоречий уже в сознании порождает интенсивное мышление, эмоции, переживания, настроения и тому подобное, делая нездоровое психику. Это уже влияет на психическое здоровье. То есть наши эмоции уже, как последующие, расшатаны. Ну а с психического уровня, то есть с уровня сознания, через головной мозг, нервную эндокринную систему, хаотические и чрезмерно сильные влияния сбрасываются на весь организм, его соединительную ткань, вызывая те или иные повреждения. То есть на физическое здоровье. Например, человек решает делать ему тот или иной поступок, который повысит уровень его биологических или социальных потребностей в ущерб другим людям, ибо не совершать этот поступок и остаться на прежнем уровне биологических и социальных потребностей. Возникновение подобной проблемы указывает на духовное нездоровье. У духовно здорового человека не возникает подобной потребности делать такой выбор. Он его уже давно сделал и просто живет. Наконец, выбор сделан в сторону улучшения своего благосостояния, если человек делает. Тогда голос совести говорит о несправедливости к остальным людям. В сознании возникают негативные мысли, эмоции, настроения. Начинает страдать психика, а через нее разрушается и тело. И теперь мы подошли к такому естественному, как бы сказать, понятию, логически вытекающее из всего, о чем мы говорили. Это степень вашего духовного развития. Для того, чтобы лучше познать самого себя, важно знать степень выраженности каждого побуждения. В 2004 году предложил это делать по баллам. Ну, пускай так и останется. Один балл будет означать наименьшую степень выраженности того или иного побуждения у человека. А 6 баллов наивысшую, поскольку всего побуждений 6. Ну, так я решил. Например, у человека доминирует побуждение продолжения рода. Степень выраженности побуждения продолжения рода 6 баллов. Допустим, что следующим побуждением по степени выраженности у него будет побуждение к самосохранению. Следовательно, выраженность данного побуждения оценивается 5 баллами. Точно так же оценивает и все остальные побуждения. Например, следующие по степени выраженности. Пусть будет побуждение творчества 4 балла. Далее следует побуждение свободы 3 балла. Побуждение справедливости 2 балла. Побуждение лидерства 1 балл. Это и будет примерной степенью духовного развития человека. Согласно степени духовного развития, этот человек примерный семьянин и живет для блага семьи. Осторожен и рассудительный. Выбирает профессию с творческим уклоном. Он стремится к некоторой свободе и не лишен чувства справедливости. Однако он будет избегать любых конфликтов на почве справедливости, если это затронет интересы семьи и его самого. Безопасность, благосостояние и стабильность семьи для него превыше всего. Проявлению побуждения в служении другим людям он способен только в том случае, если у него самого все благополучно. Что касается карьеры, то такой человек неравнодушен. То есть это уже, можно сказать, и характеризует человека. То есть это уже лежит в основе характера. Мы уже дали этому человеку характеристику. Говоря о побуждениях, важно сказать о том, что в силу ступени духовного развития доминирование одного из побуждений над другим в сознании человека может быть чрезмерным, а значит ненормальным. Поскольку осуществление любого побуждения происходит через потребление жизненной энергии организма, то доминирующие побуждения на свое обслуживание забирают основную массу жизненной энергии, оставляя крохи остальным, в том числе и жизненным функциям самого организма. При таком чрезмерном доминировании одно или несколько побуждений подавляются вплоть до их почти полного исчезновения. И тогда речь идет об одержимости тем или иным побуждениям. Важно еще сказать следующее, что в течение жизни выраженность того или иного или сила того или иного побуждения может увеличиваться или ослабевать. Иногда гипертрофировано побуждение самосохранения по типу сверхэгоизма или по типу сверхбезопасности. Человек сверхтщательно моет руки, употребляет пищу, фрукты, ошпаренный кипятком, щепетилен в соблюдении гигиены, отказывается пользоваться общественным транспортом, а тем более баней, туалетом, нередко отказывается от сексуальных контактов, чтобы не заразиться, тем самым отгораживаясь от жизни. Такой человек старается жить только для себя. Когда гипертрофировано побуждение заботы о детях, имеет место родительский фанатизм. Такой человек живет только для детей, а не собственной жизнью. Когда гипертрофировано побуждение сексуальности, человек может превратиться в сексуального маньяка. При сверхвыраженности побуждения к лидерству наблюдается сверхкарьеризм. Такой человек ради карьеры идет на любую подлость. Когда гипертрофировано побуждение к свободе, то человек везде и во всем видит ограничения. Он крайне неуживчив везде и со всеми. Какая прекрасная характеристика уже дается на основе побуждения. Подобными качествами обладает и человек с гипертрофированным побуждением к справедливости. Он вечно недоволен и сварлив. Такие люди чрезмерно сосредоточены на своих переживаниях, связанных с вопросами свободы, справедливости и достоинства. Ведь я этого достоин. Он либо уходит в глубочайшую обиду на всех и на все, либо страстно пытается восстановить справедливость вплоть до своей гибели. Когда гипертрофировано побуждение творчества, возникает творческий фанатизм. Человек кроме идеи и работы по ее реализации ничего другого не хочет знать. Одержимый тем или иным побуждением, человек склонен сломать себе шею, но не отступить от него. Поэтому они социально опасны. Подобные знания позволяют выявить причины одержимости и неуживчивости людей, а также дает возможность проработать их и измениться в лучшую сторону. Основа формирования характера. К чему приводят подавление и сдерживание нормально выраженных побуждений? Ввиду того, что побуждения лежат в основе важнейших жизненных проявлений и должны, естественно, реализоваться в жизни каждого человека, их подавление, сдерживание, ущемление по каким-либо причинам переживаются очень и очень болезненно, вызывая ту или иную степень недовольства или раздражения, что сейчас наблюдается особенно в обществе. Зато реализация побуждений приносит чувство полного удовлетворения, вызывает приятные и радостные переживания. Переживается человеком как состояние счастья. Вот почему счастье у каждого человека свое собственное отлично от других. Видите, как мы даже подошли к такому понятию, что такое счастье? Важно знать, какие эмоциональные состояния возникают в сознании человека, если подавляется или сдерживается какое-либо из побуждений. Первое. Подавление побуждения самосохранения вызывает тревогу и страх. Второе. Подавление побуждения продолжения рода вызывает неудовлетворенность, агрессивность, тоску, чувство вины и муки совести. Третье. Подавление побуждения лидерства вызывает неудовлетворенность, агрессивность, враждебность, презрение. Четвертое. Подавление побуждения свободы вызывает протест или депрессию. Протест может выражаться в виде агрессии. Пятое. Подавление побуждения справедливости вызывает гнев, отвращение, муки совести, переходящие в депрессию. Это особенно когда человек не может реализовать это качество. Вот он поборолся, поборолся, ничего у него не получилось, и он опускает руки и впадает в депрессию. Ему становится неинтересным жить. Шестое. Подавление побуждения творчества вызывает неудовлетворенность, агрессивность, печаль. Следует дальше депрессия. В целом ущемление или подавление побуждения вызывает сначала в сознании человека эмоции недовольства, раздражения, протеста, желание действовать, повышенные траты жизненной энергии. Если предпринятые действия не оказывают желаемого эффекта, то наступает стадия истощения жизненных чил человека, и теперь преобладают эмоции, тоски, утраты, апатии, безразличия. Человек впадает в депрессию, внутренне ломается, теряет интерес к жизни. Выводы. Первое. Раскрывая суть шести фундаментальных побуждений, один из которых, любой, непременно преобладает у какого-либо конкретного человека, мы видим шесть различных вариантов биологических и социальных потребностей, побуждений к самореализации, а также переживаний успеха или неудачи при их реализации. Видите, мы человека разложили по полочкам. Второе. Особенности доминирующего побуждения во многом определяют степень духовного развития, призвание человека и его судьбу. Как судьба слаживается, мы даже это уже отчасти знаем, определяют, для чего он пришел в этот мир, его место в природе и сообществе людей, иерархию ценностей и целей. Третье. Анализ особенностей побуждений способствует глубинному, фундаментальному познанию человеком самого себя, истоков своих личных особенностей, осознанию им истоков своей удовлетворенности или глубокой неудовлетворенности, а в результате пониманию причин своих жизненных неудач и болезней – это истинный ключ к самосовершенству и исцелению самого себя. В большом смысле этого слова, а не от какой-то там маленькой болячки. Далее у нас будет «Формирование человеческого сознания». Ну, по этому я уже говорил. То есть, этот материал я уже разобрал. То есть, о том, как работает, возникает сознание и оно работает, вы можете уже послушать в четвертом томе «Целительных сил». Ценнейшая информация, я сам сейчас ее прослушал, хотя все было изложено в 2004 году и просто-напросто еще в который раз стал себя по-другому ощущать и лучше понимать. Продолжение следует...